Высокая или маленькая, сразу с подсветкой и игрушками, или просто с пушистыми веточками. Искусственную ёлку себе подберёт даже самый привередливый покупатель. Миниатюрные от 30 сантиметров до пушистых красавиц высотой в 4 метра привлекают идеальными формами и приемлемой ценой. Да и обычную квартиру украсить такой зелёной, да ещё и не осыпающейся елью, теперь предпочитают большинство практичных горожан. Искусственные ёлки пользуются спросом, огромным просто-напросто. Почему? Потому что ёлку ежегодно не нужно приобретать, срок службы не ограничен, также бережём природу. Но всё же живые деревья со счетов снимать ещё рано. Мало кто может пройти мимо лесных красавиц. Для Александра выбор главного украшения праздника – дело серьёзное. Живая пихта на Новый год для его семьи – не только дань традиции. Аромат праздника не заменит богатое убранство искусственных деревьев. Запах натуральной ёлки. И всю жизнь ставил ёлку натуральную. Ну как-то не принято всегда натуральную ёлку с покон веков. Новый год, внучка придёт в гости, натуральная ёлка, запах. Всё это же естественно. Все деревья привезены из Анучинского района. Те, что с гладким стволом – пихты, с шершавым – ёлка. Как заметили продавцы, в квартиры горожане чаще покупают пихты. Потому что она, во-первых, конуснообразная идёт, она аккуратная и, во-первых, намного гуще и красивее она смотрится, чем ёлочка. Ёлочка больше, более такая распадистая, как бы, и, ну, более редкая, чем пихта. Торговые точки с лесными красавицами появятся в каждом микро районе города. Всего 23 ёлочных базара. Как отмечают в управлении торговли, это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Активности среди предпринимателей в этой отрасли нет. Самая основная причина, я так подумаю, предоставления лесной декларации. Потому что вот этих лесных красавиц не просто так, будем говорить, заготовить. Необходимы определённые документы через лесничество, чтобы можно было произвести рубку этих ёлок. Пока ажиотажа не наблюдается. Продавцы ожидают всплеск активности к 25 числу. Сейчас же ёлочные базары заполнены свежими и пушистыми деревьями. Наталья Зайцева, Александр Анисимов, Телемикс.